Да, да, да. Пожалуйста. Сегодня посмотрели, как строится новый мост и развязка к нему. Как оцениваете работу, какие задачи ставите перед строителями? Работы уйдут в графике. Тот, который мы составляли еще на начало года. Даже строители идут с опережением. И мы сейчас рассматриваем вопросы дополнительного финансирования, тем, чтобы обеспечить им фронт работ. Договорились о том, что еще 650 миллионов отдадим им в январе. В счет сделанных работ, которые сверх лимита финансирования 2014 года. Вопросы финансирования на 2015 год все отрешали. В полном объеме то, что договариваемся. Все профинансировано в 2015 году. Идет очень серьезная работа. Смонтированы все опоры береговые, кроме одной. Здесь, на этом берегу, самая первая опора. По технологии так. Идет уже монтаж перекрытий. Причем со стороны Нижнего Новгорода часть перекрытий уже замоноличена. Довольно-таки прилично идет работа. Сейчас формируются песчаные конуса. Я только попросил, чтобы зимой сделали укрепительные работы. Потому что весной у нас паводок бывает на этой территории. Он разный бывает. Поэтому надо рассчитывать на максимум. Русловые опоры уже, шпунты забиты, готовы для бетонных работ. Я думаю, что в ближайшее время темпы абсолютно не снизятся. Мы, по крайней мере, отрешали сейчас все эти вопросы. Дело идет непросто. Пришлось мне и в Минфине поработать, и в Министерстве транспорта. Но все на сегодняшний день решения приняты. Мост – это приоритетный проект. И мы сейчас посмотрели еще и дополнительную развязку, которую начнем проектировать в следующем году. С тем, чтобы из Неклюдова вывести поток транспорта, который идет на Кировское шоссе, минуя населенный пункт. Там где-то около 5 километров надо сделать дополнительные дороги. И тогда мы развяжем транспорт внутреннего, такого назначения, который идет на Бору, в Неклюдово. И транспорт, который идет в дачные места, дальше вот этой пробки пресловутой, которая всем уже надоела. Мы тоже будем смотреть, как найти дополнительное финансирование. Есть предложения частного государственного партнерства там организовать. Будем думать, каким образом это сделать. Это недорогой проект. Временно, пожалуйста. Валерий Павлович, вы сегодня поздравляете работников дорожного хозяйства. Как, на Ваш взгляд, в этом году эти люди послужили в управлении? Много ли сделано? Изменилась ситуация в дорогах получше? Ну, что еще предпочитает, что было еще лучше? Ну, конечно, дорожное хозяйство – это одно из основных направлений деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог. Нужно эксплуатировать дороги, ремонтировать дороги, строить новые. Поэтому с началом функционирования Дорожного фонда два года назад все изменилось. У нас это стала самостоятельная отрасль. Мы в 2013 году отремонтировали почти тысячу километров дорог. Но когда мы вспоминаем, а сколько их у нас вообще – 33 тысячи километров, да? Когда делишь одно на другое, думаешь, как же много времени надо, чтобы привести их в порядок. Поэтому работаем над качеством с тем, чтобы как можно дольше не возвращаться к тем дорогам, которые уже отремонтировали. Потому что перманентно, если к ним возвращаться, то не успеешь вообще никогда отремонтировать дороги. Думаем, что 4-5 лет нам нужно для того, чтобы основную массу дорог привести в порядок. Ну, и так уже многие направления сегодня выглядят неплохо. Надо заниматься региональными дорогами, муниципальными дорогами и особенно сельскими дорогами, которых у нас еще 3000 грунтовые. Новый проект, вот мы сейчас посмотрели в Арзамасском районе, довольно-таки прилично сделана дорога по 16 километров с применением стабилизирующих растворов и технологии, техника уже есть. Вот это будем использовать, там в 4 раза быстрее дорога делается, в 2 раза дешевле. Поэтому по сельским дорогам это направление. Плюс появились дорожные фонды муниципальные. Они работают уже сегодня на дворовые территории, на муниципальные дороги, на улицы имеются в виду, внутри поселений. Тоже около 150 километров сделано в этом году. Надо будет сейчас расширяться. К сожалению, плохо идут акцизы, которые собираются в централизованном порядке через Смоленск. Мы на это повлиять никак не можем. Нам пришлось скорректировать в этом году нашу программу в сторону уменьшения. Будем думать, что в следующем году федеральное правительство все-таки компенсирует эти затраты. Спасибо большое, Валерий Павлинович. Да, все добро.